Китайскому импорту стало сложнее попасть в Россию, прибывающие товары просто негде разместить. Сортировочные станции забиты пустыми контейнерами. Почему их не отправляют обратно и не придется ли москвичам больше платить и дольше ждать заказных покупок? Президент международной фирмы Любовь Ливанюк осваивает новую для себя технику. Разместить на полках косметику, которую их компания закупает в Китае, нынче не проблема. А вот получить купленный за рубежом товар на сортировочных станциях стало сложнее. Из-за того, что они забиты контейнерами, то есть груз не могут поставить. То есть мы до 10 дней ждали, а потом получается еще до недели могут снимать с платформы. Вот эти простои мы тоже оплачиваем же, когда контейнер не двигается. Если в прошлом году в среднем затратная часть была 45 примерно процентов накладных расходов суммарно к цене закупа, то в этом году от 47 примерно до 65. Контейнеры, в которых китайский товар попадает в Россию, уже некуда складывать. По подсчетам торговой платформы контейнер-экшченч, стандартные тары для международных перевозок, 12-метровых металлических контейнеров, на российских складах скопилось уже 150 тысяч штук. Причина в объеме и структуре торговых потоков между странами. За последние 8 месяцев импорт из Китая увеличился на впечатляющие 60,2% до 71,8 миллиардов долларов. Темпы роста нашего экспорта гораздо скромнее, это около 13,3%. Более того, три четверти нашего экспорта в Китай – это нефть. Да и большая часть остальных товаров, а это металл, дерево, удобрения, не требуют перевозки в контейнерах. В то время как экспорт из Китая, оборудование, автомобили, электроника, химия, пластмассы, одежда и оптика попадают в нашу страну именно в контейнерах. И освобожденную тару просто нечем заполнить, чтобы не отправлять ее пустой обратно в Китай. И поэтому контейнера простаивают. И теперь вот последние ставки, чтобы отправить пустой контейнер в Китай, нужно заплатить от 3 до 4 тысяч долларов, чтобы там его загрузить импортом и отправить обратно в Россию. Скорее всего, стоимость перевозки импорта из Китая начнет расти. Ну, насколько она вырастет, очень сложно спрогнозировать. Но мы предполагаем, что, скорее всего, на процентов 50-60 она может вырасти. Однако этот рост может оказаться сезоном. Как правило, цены на доставку из Поднебесной начинают расти за несколько месяцев до Китайского Нового Года, который в этом году отметят 22 января. А ближе к весне они идут вниз. Кроме этого, перевозчики открывают все новые маршруты поставок. А это делает путь товара к заказчику, хотя длиннее, но зато дешевле. Это будет чуть подольше. Это будет, возможно, даже через недружественные государства. Но, тем не менее, сейчас маршрутов добавляется больше и больше. Прибалтика с нами отказывалась работать почти что год. Сейчас грузы опять пошли и идут, несмотря на все препятствия. То есть бизнес находит пути, как это возможно сделать. Есть у нынешней ситуации и плюс. Арендовать контейнер для перевозки отечественного товара за рубеж сегодня можно без особого труда. Иван Пашков, Москва, 24.